МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быть звездой не такая уже простая работа. Постоянные съемки, концерты, репетиции. Вот и сегодня у Люси очередная фотосессия, в которой она готовится прямо сейчас. Идемте посмотрим. Привет! Люся, привет! Привет, привет! Как дела? Отлично. А вы тут откуда? А? Расскажи, пожалуйста, что сегодня у нас будет. Сегодня мы готовимся к открытию прекрасного ресторана «Матрешка», который состоится 22-го. Я в образе русской красавицы. Меня будут фотографировать. А длинную русую косу? Ну вот что-то будет, но насчет длины я не знаю, как получится на мой короткий волос. Ну, как бы, я думаю, что русские красавицы не все прямо с длинными косами. Вот, поэтому надеюсь, что я буду чуть-чуть похожа. А сколько будет костюмов? Один или несколько? Я буду в одном. Ну, как бы, будут еще артисты участвовать также. А вот, у меня желтенький я выбрала. Дали вариант. Предложили мне варианты. Я выбрала желтенький. Мне кажется, все-таки у меня этот цвет больше подходит. Жалко, не живого медведя, я бы с ним споткалась. Сегодня мы окунемся в атмосферу русских народных сказок. Интересно, получится ли у городской девушки перевоплотиться русскую народную красавицу. Странная матрешка получается. Явная матрешка. Она русская, такое настроение. Я серьезно так домой пойду. Настенька, Аленушка, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая. Есть очень много красивых народных женских образов. Люся, какой из них тебе ближе? Наверное, никакой. Я могу войти в образ, да, как, наверное, творческий человек. Но, конечно, быть такой вот, как они, мудрый, да, они прямо вот добрый, с них льется. Вот это, да, с меня тоже она льется, да, но у нас как бы время другое. Ну, это более такие нежные, наверное, более детственные, да, более вот такие, как бы, ну, это я не могу сказать, что это ко мне близко, но... Скажи, ты своим детям читаешь русские народные сказки? Стараюсь читать, но, к сожалению, в наше время наши дети увлекаются совсем другими сказками, вот, смотрят всем другие мультики. И, конечно, могу сказать, что тяжело в них привить, это любовь, да, но очень хорошо, что школы наши не забывают все-таки, литература русская, да, что они все-таки это проходят и задают очень много этих сказок, поэтому даже когда говорят, что вот надо задали, они, наверное, больше к этому стремятся прочитать, чем просто, а так это не их мультики, не колоди, ну, все, конечно, пытаешься их оттуда забрать, но это очень тяжело, у кого есть дети, они меня понимают, я бы их ложка. Но сама ты ведь выросла именно на таких сказках. Была ли какая-то самая-самая любимая? Самая любимая – это, наверное, у меня гуси-лебеди. Вот ты в таком народном национальном костюме. А сможешь спеть какую-то русскую народную песню? Да, конечно. Так, вспомнить слова сейчас, какой-то русской народной. Ну, это у нас, конечно, есть песенка «Валенки». Начинаем петь, да? Валенки, валенки, ой, не даши ты старенький. Валенки, да валенки, да валенки, да не подши ты старенький. Валенки, да валенки. Валенки, да валенки, да валенки, да валенки. Не знаю, удалось ли Люсе перевоплотиться в русскую красавицу, но матрешка-хохоттушка у нее получилось замечательно. И так фотосессия уже закончилась. Люся, понравилось? Да, мне очень понравилось. Я вышла в образ. Как ни странно, и настроение у меня было хорошее. Обычно у меня в фотосъемке проходит намного дольше, потому что мне что-то не нравится, что-то не получается. А сегодня могу сказать, что фотосъемка прошла просто на ура. Ну, я смотрю, ты улыбаешься, ты на позитиве. Мне прям наряд не хочется снимать. Очень такое, чувствуешь себя такой нежной, такой вот прямо лапочкой русской красавицы. Переодевайся, мы ждем тебя снаружи и продолжим наш день. Шоппинг – это всегда интересное и увлекательное занятие. Особенно, если это шоппинг с личным стилистом. Люся, расскажи, куда мы идем и что мы сейчас будем делать, и с кем мы познакомимся. Мы идем в Абгрейд-студию. Будем знакомиться с моей подругой Лорой Зуева, которая на данный момент мне и не только подруга, но и мой стилист. И идем приобретать новинки какие-то, потому что носить нечего. Как всегда, любой женщина. Вот мы и пришли. Скажи, у тебя есть какие-то планы, что ты хочешь приобрести? Да, у меня есть мой стилист, который решит все, что мне надо. И вот моя подруга, мой стилист. Привет, моя хорошая. И вот как я уже говорила, мне нечего, у меня есть что носить, но вот хочется какой-то новинки. Ты для меня что-то подготовила? Конечно, все время. Отлично. Теперь будем показывать. Показывай, показывай. У меня прямо настроение. Потому что любая женщина знает, что если что-то новенькое, то это все очень-очень. Ух ты, ух ты. Это в твоем стиле? Прямо, прямо мое. Ты как всегда у меня. Ой, какая прелесть. Переди кожа. Какая прелесть. Очень круто. Мне очень нравится. Так, это мы берем. Это избавляет от лишних походов по магазинам, раздумья, что одеть, когда одеть. Также я приобретаю одежду на прокат. Шопинг-терапия – это лекарство для любой женщины. Это настоящая доза позитива и удовольствия. Я не знаю, еще ни одной женщины, девушки, девочки, готовы отказать себе в этом. Люся, скажи, так всегда проходят твои походы по магазинам? Да, это мой личный магазин, можно так сказать. Я когда познакомилась с Лорой уже полтора года назад, говорю искренне честно, что в магазинах я не была за все это время ни разу. Не потому, что она меня не пускает, а потому, что у меня просто нет необходимости. Я решила для себя, что это действительно то, что создает Upgrade Studio, то, что создает моя подруга Ларзуева. Это для меня просто идеально. Скажи, а концертные наряды ты тоже подбираешь? Да, только здесь. Только здесь, нигде больше я не приобретаю. Я помню даже что-то я приобрела, только вначале мы с Лорой только-только познакомились. Я поехала в Одессу и приобрела несколько нарядов, так как я считала концертные. Но что Лора их увидела и просто отложила в сторонку молча. И она таким лицом молча отложила, что я поняла, что это не концертные наряды. И в них я точно выступать никогда не буду. И вот они полтора года лежат в кулечке, новые, с этикеточками. Ты не скучаешь именно по самому процессу гуляния по магазинам, захождение в разные бутики, выбора одежды? Неужели тебе не хочется иногда просто пойти посмотреть, что представлено? Нет, почему? Допустим, обувь мы покупаем в магазинах. Этот процесс для нас очень любимый. Вот. Даже вот сегодня мы тоже были перед тем, как я посетила Upgrade Studio. Но, к сожалению, ничего не приобрели. Понравились некоторые вещи, но мы как бы взяли подумать, к чему и как. Конечно же, есть такие моменты, что мы ходим по магазинам, гуляем, тачки покупаем, украшения какие-то, обувь. Это такие уже, как бы, такие изделия, такие наряды, которые создать. Секрет тонкого вкуса Люси – это личный стилист. Возможно, действительно является правильным, чтобы на тебя смотрели со стороны. После долгого и утомительного дня, фотосессий и шопинга мы приехали в приятное место на природу. Люся, расскажи, пожалуйста, поподробнее, куда мы приехали. Мы приехали в загородный гостиничный комплекс «Скайлэнд», где я и работаю. Прекрасное место для отдыха, для любого отдыха, для романтического вечера. Также у нас здесь проходят конференции. И все, мы приехали, я хочу посмотреть, как у нас номера, в каком порядке сауна. Потому что если звонят клиенты, приезжают, конечно же, очень хорошо, когда ты сама делаешь обход, смотришь, что как другими глазами, а дома мужу уже настучать. После тяжелого дня я обязательно вас укущу ужином, и мы вкусненько покушаем на природе. Отлично, проведешь экскурсию? Конечно. Пошли. Идем. Ну вот мы пройдем к первому номеру. Посмотрим, как у нас соблюдают порядок и чистоту. Так как у нас сейчас приходит много конференций, и в любой день могут приехать люди, которые захотят взять номер. Поэтому надо убедиться, что в номере все чисто, и проверить, как работают наши работники. Как всегда, запах дерева очень приятный, особенно в такое время года, как осень, очень ассоциируется дерево, осень, очень такое. Как ты чувствуешь, Полиночка? Да, запах натурального сруба. Очень приятный такой, прямо. Не требует никаких других вмешательств, других запахов. И я могу сказать, что успокаивает очень сама природа, само состояние дома, что оно из дерева, из сруба, также мебель. Это все вводит в какую-то деревенскую обстановку, какой-то покой от городской суеты. Все, идем дальше. Смотреть. Мы посмотрели в ресторане, у нас сейчас конференция, у них будет кофе-брейк. Вроде чистенько, все готовятся, готовят, потому все нормально. Страус. Да, железный, к сожалению, не живой. Надеюсь, в будущем будет и живой. Диван кожаный, который я привезла из дома. Так как не находила подходящего для сауны, мне пришлось лишиться моего кожаного дивана, покупать другой в квартиру. Мы часто очень зимой берем наших друзей в компанию деток. Также они с нарукавниками купаются в этом бассейне, как и в обычном. И греются потом очень удобно, всегда под присмотром. Да, хамам, поэтому детки меньше болеют, прочищают себе. И вот здесь у нас такая комната, самая моя любимая, это джакузи. Вот. Ой, чувствуешь, как горяченькая водичка? Прямо хочется залезть, правда? Я согласна. Классно. Кстати, один раз сделала тут сюрприз мужу. Сам сюрприз был, в принципе, привезла друзей в сауну. Я ему глаза не закрывала, я знала, что он поймет, куда мы едем. И друзья спрятались внутри. Я знала, что он все догадается, потому что аккуратно. Потому что это подарок основной был не друзья, не сауна. Подарок основной я пригласила его друга из Израиля, которого он не видел очень-очень много лет. Можно сказать, на сегодняшний день это его единственный друг, именно с которым он очень близко общается. И он не знал этого. Мы его два дня прятали, все прятали его, потому что он прилетел, мы его туда возили, туда все время, чтобы они не столкнулись. И вот когда я его привезла в сауну, были все друзья, там все закричали. Но я видела его глаза, где он что-то чуть расстроен, потому что как бы он подумал, что это и есть подарок, да? Но это не был подарок. И здесь я его сажаю на стул, завязываю ему глаза. И он мне говорит, на самом деле, когда-то мне посадила на стул и завязала глаза, он говорит, а я подумала, что это будет стриптизер. Ну, муж меня знает, знал, что я могу и такое сделать. И когда зашел его друг с розами, это было, конечно, я говорю, у меня до сих пор мурашки и слезы наврают, потому что он так удивился, он не ожидал вообще такого. Начал плакать, друг, все друзья плакать. Это получился очень сюрприз. Вот я вспоминаю, меня аж он не ожидал такого. И на самом деле все пока успокоились. Такое было 10-минутное молчание. Смотрели, как они обнимаются, целуются. Они даже друг другу слова не могли сказать, потому что этот друг для него очень важен. Потому что когда мой муж очень давно уехал в Израиль, он там прожил 13 лет, это единственный человек, с которым он общался, который его поддерживал. Ну, сейчас пройдем поужинаем. Трудный день был, тяжелый. Я очень устала. Поэтому приглашаю вас за стол. Именно в такие живописные места приезжает Люся, чтобы отдохнуть от городской суеты. Приятный запах листьев, древесины, вкусный ужин. Все, что нужно для хорошего отдыха. Ну что, Люся, как тебе сегодняшний день? Сегодняшний день прошел интересно. И фотографировали меня, и в русском наряде побыла, и приобрела новые вещи, чем я очень довольна. Устаешь от таких дней, конечно же, от столько всего эмоций, во-первых, в первую очередь, которые заставляют тебя уставать. И все как бы... Поэтому день прошел отлично, и я уже очень хочу к деткам своим, их обнять, поцеловать, заняться домом, что-то приготовить вкусненько. Вот и прошел еще один увлекательный день вместе с нашей героиней Люсей. Завтра будет еще интереснее. Смотрите Директ Денвяцца.